Приветствую, друзья! На связи Теневик. Это очередное видео по фроду БК по модели Revenue Share. Перед началом этого ролика подпишись на телеграм-канал Арбитраж от Теневика, обязательно подпишись и вступай в наше закрытое комьюнити, если хочешь дальше продолжать развиваться, обучаться, общаться с людьми, которые в этой теме варятся, и так же, как ты, развиваются. Перейдем к теме ролика. Выбор оффера под фрод по модели Revenue Share. Оффер. Это самый, наверное, главный вопрос, который возникает у людей, которые начинают работать по фроду БК, по модели Revenue Share, то же самое по казино, да, какой оффер выбрать для пролива. Есть один главный фактор, на который нужно обращать внимание при подключении. Даже не на то, в какой он партнерке находится, да, я вам ранее уже говорил, то, что не обязательно, оффер может находиться в какой-то топовой партнерке, или в какой-то партнерке с отзывами, или кто-то вам порекомендовал, или вы у меня на канале посмотрели. Главное, это оффер, на который вы будете работать. Партнерка имеет, ну, второстепенную роль, так сказать, в вашем проливе. Вот. Выбор оффера, главное, что должно входить, это то, что вам смогут поднять максимальную ставку по Revenue Share, и эту партнерку будет легко раскачать. Потому что при подключении нового, ну, подключении к офферу, у рекламодателя есть определенные критерии, по которым он может поднимать ставку. Допустим, вы привлекаете 5 человек, он вам поднимает ставку на 5%. Привлекаете 10 человек, он поднимает ставку еще на 5, на 10%. По этому критерию нужно смотреть, когда вам поднимут ставку. Потому что, заходя во фронт бэкапа модели Revenue Share, вы должны сразу ориентироваться на то, что вам необходимо будет не сразу делать пролив, да, сразу заливать леда, сразу переливать на другой аккаунт. Вам нужно будет раскачать эту партнерку хотя бы до каких-нибудь 50-70% по Revenue Share. И тогда уже можно делать свободно пролив. Вот это главный критерий, по которому нужно выбирать оффер. Также не забывайте, что должен быть партнер ваш, да, ваш рекламодатель более-менее с репутацией, да, который выплачивает. Потому что если он вам не выплатит 50 тысяч рублей, что это вообще за партнер такой, блядь? Это именно если касается БК, да, потому что, ну, вы сами понимаете, что букмекеры сейчас в неофициальных, которые находятся в зонах, они в большинстве случаев кидают. Поэтому будьте готовы к проверкам, выбирайте офферы, которые не так сильно долгят по проверкам. И вообще рекомендую использовать суписные партнерки. Там хоть и нужна полная верификация, нужны дропы, но там платят с очень-очень-очень-очень большой вероятностью. Практически 100%, ну, 99%. Вот, только если вы сами где-то не облажаете, не сделаете мультиаккаунт, и там будут резонные, резонные случаи, чтобы вас сбрить. Вот. Поэтому обратите вот на вот эти два критерия. Это именно БК с репутацией, которая выплатит вам такую сумму, на которую вы хотите работать. Да, если какие-то суммы там вы хотите работать по 5 тысяч, по 10, вообще забейте. Можете работать с любым партнером, с любым БК, он вам эти деньги выплатит с очень большой вероятностью. Никто не будет просто так вас сбрить за 5 тысяч рублей. Критерий, вот, вот этот критерий и критерий того, что какие условия у вас по подключению, по развитию вашей реферальной ссылки. То есть, какие проценты он вам будет выдавать. Это второй критерий, по которому нужно выбирать оффер при флоте букмекерских контор по модели Revenue Share. Вот. Также, соответственно, смотреть по платежкам, чтобы у вас был удобный доступ к платежкам. И, в принципе, все. Все, что необходимо знать про подключение оффера по модели, длина под БК, по модели Revenue Share. Если какие-то я моменты упустил, напишу в телеграм-канале Арбитража Теневика. Потому что вот у меня что-то в голове вертится, я не могу это вспомнить. Но, скорее всего, вспомню и напишу. Поэтому вступайте в Арбитраж Теневика, подписывайтесь на этот канал. И залетайте в наше приватное комьюнити. До новых встреч. Продолжение следует...